Один мудрец, к одному мудреца подошел, просто человек и спросил, как мне своих детей воспитывать? Мудрец ему сказал, всеми своими силами воспитывай в своей жизни себя. Вот все силы направь на то, чтобы воспитать, очистить свое сердце, всеми своими силами. А с ребенком поступай так, как птенчик из гнезда вылетает, птичка крылышком его поправляет, он лезет из гнезда, птичка его поправляет. И она знает, что она ему ничего сказать не может, и поэтому она спокойно его поправляет, даже не пытается ему что-либо объяснить. Вот так поступай с своим ребенком, когда его тянет не туда. Допустим, бутылку как бы он приносит в семью, а ты с любовью у него эту бутылку выливаешь в унитаз. Потому что слова здесь не помогут, он хочет пить, выпивать, понимаете, у него уже есть это желание. Когда у него вкус к этому есть, хоть что ему объясняй, бесполезно, он все равно будет выпивать. Вот вкус появился, ты с ним ничего не сделаешь с этим вкусом. Но если ты будешь бутылку с любовью выливать улитаз, то он переймет твой вкус в отношениях с бутылкой. Потому что когда ты с любовью, не трогай его, просто нежно в унитаз, не со злобой так. А просто нежно с любовью тихонечко раз, вот крылышко как птичка, крылышком ребеночка, да? Она не имеет ничего против ребеночка, она просто крылышком его назад. Так? Тогда в этом случае ребенок начнет понимать, что пить нельзя, потому что это знание переходит только через любовь. А любовь, возможно, в отношениях нейтральных. Когда ты не трогаешь человека, не мучаешь его, ничего от него не хочешь, просто живи, мой хороший, как можешь. А я буду стараться тебе помогать. Тетку привел в дом. Подошла к тетке, сказала, пожалуйста, не приходите к нам в дом, у нас семья. А ему ничего не сказал. А тетке с любовью. И она поймет, потому что она тоже женщина как бы. Думаете, не поймет? А кто пробовал из вас, поднимите руку. Паша, поняла? Не поняла? Вы сказали, не ходите, пожалуйста. И не поняла. А? Сделала, как ей надо. Но Бог был на вашей стороне. Муж, семья сохранилась? Нет? Такое бывает тоже. Но Бог на вашей стороне. Бог на вашей стороне. Просто сказала ей. Не поняла. Ну, выгнала ее из дома с любовью. У меня один мужчина рассказывал. Он говорит, жена как бы загуляла. Он как бы выследил. Подошел к этому мужчине. Говорит, прости, как бы, но я, ну как бы, я и муж вот этой женщины. Поэтому я должен небольшую процедуру сделать сейчас. Он сделал точный массаж лица ему. Небольшой точный массаж. Тот отдохнул немножко. Пошел и понял, что не надо. Иногда так тоже можно поцарапать с любовью. Фейс. Ну, понимаете, с любовью означает с ощущением истины в сердце. Можно ведь защищать свою семью? Никто не против. Можно. Но, понимаете, а ты зачем изменяешь? Это он не может объяснить. Потому что человек хочет так наслаждаться жизнью. С ним ничего не сделаешь. Бесполезно. Но защитить его от этой ситуации как-то по-своему, с любовью, можно. И тогда он очухается, потому что он почувствует эту любовь. Человек не чувствует, когда ему делают больно. Видите, какая мудрость глубокая? Смотрите, очень глубокая мудрость. Не трогать человека, а просто защитить его от этой ситуации. Да? Ведь мудрость или нет? Трогаем его, он сопротивляется. Трогаем, сопротивляется. Трогаем, ненавидит. Хлопать в дверь и пошел. Видите, ты попался на крючок. Почему? Потому что ты думаешь, а я могу помочь себе, сейчас я ему устрою. А ничего не устроишь. Вкус, к счастью, сильнее всего, чего человек только думает. Допустим, человеку хочется выпивать, это вкус к счастью, все. Он хочет ему, это ему приносит счастье, что ты сделаешь с этим? Что не сделаешь? Но молиться за человека, а это уже другое. То есть он ему другой совет дал. Он говорит, а тут, говорит, и все, вот только вот так и все. Он говорит, есть еще один момент. Точно так же, как рыбки плывут вперед, большая рыбка плывет, а маленькие плывут за ней, точно так же ты должен вести своих детей вперед. И сразу возникает вопрос, а если за мной не плывут? А это значит, что ты их не любишь. Потому что если ты любишь маленьких рыбок, они всегда за тобой будут плыть. Но рыбка, она не говорит, ты почему за мной не плывешь? Скотина! Она не говорит, она просто плывет и знает, что она любит рыбок, и они за ней плывут. Потому что они чувствуют любовь. Вот так и человек должен жить в правильном направлении в своей жизни. А рыбки, они как плывут за родителями? Интересно. Она иногда ведь не плывет. Она смотрит там что-то, полезла туда что-то. Она смотрит, а все уже уплыли. И она так, как любовь чувствует, туда. Так или нет? Я разок на реке гулял, дикая река такая, и смотрю. Утка такая и утят. Я начал наблюдать, тихонько встал поближе, и утка меня заметила. Когда она меня заметила, она такая по воде, и так метров на 15. А утята, они тормознули. Они сначала ничего не поняли, а потом начали утку искать, и увидели, такие за ней. Подрапали. Вот так и происходит в жизни. Но почему это происходит? Потому что они ее любят, понимаете? Но если бы она, утята, она за мной все, ничего бы не получилось. Они под нее драпать начали, потому что она им делает больно. Понимаете, в природе ведь все уже показано, как надо. Но мы не хотим. Потому что мы считаем, что мы владеем ситуацией. А мы ей совсем не владеем. Кто из вас может направить ребенка в нужное русло, если он сам не направится? Никто не может. Так же и мужа. Какая разница? Какая разница? Что это? Какая разница? Продолжение следует...